Вечером 1 ноября в аэропорту Башкирской столицы коммунисты и комсомольцы местной организации торжественно встретили председателя коммунистической партии Геннадия Зюганова. Геннадий Андреевич прибыл в Уфу в рамках рабочей поездки. О целях своего визита лидер КПРФ рассказал в интервью журналистам. В республике все умели прекрасно работать, дружить, мирно и достойно жили. И очень хотел обвинуть, как сегодня складывает ситуация, какая обстановка. Мы подготовили программу вывода страны из фризов, которая пользуется огромной популярностью. И хотел, на первых, отчитаться перед своими и отбирать, а вторых, представить программу и ту команду, с которой мы идем на выборы. Утром следующего дня Геннадий Андреевич принял участие в записи программ на телеканалах башкирского телевидения, БСТ и ГТРК «Башкортостан». Затем лидер КПРФ возложил цветы к памятнику народному герою Башкирии Салавату Юлаеву. Память о народном воине вдохновляла башкирских солдат, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на отвагу и героизм. Величина сделана мастерами высшего класса. Поэтому национальному духу, культуре, традиции и нашей дружбе мы обязаны отдавать почте и кланяться. У нас 180 народов и народности живет в стране. Поэтому без этой дружбы, без уважения к своей истории, без знаний героев, национальных героев, тех, кто сплачивал всей народой, помогал строить великую страну, мы не обойдемся. Поэтому очень вам большая благодарность, что вы в этом участвуете и надеюсь, что вы эти славные лучшие традиции понесете в своей жизни на долгие-долгие годы и передадите своим детям и внукам. В этот же день состоялась встреча Геннадия Зюганова с президентом республики Башкортостан Рустемом Хамитовым. В ней также приняли участие члены президентом и секретари ЦК КПРФ, депутаты Государственной Думы Сергей Абухов и Юрий Афонин, кандидаты в депутаты Государственной Думы Александр Тарнаев и Александр Ющенко. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического положения Башкортостана и предстоящих выборов. Геннадий Зюганов подробно рассказал о программе и команде КПРФ, о тех мерах, которые предлагают коммунисты по выводу страны из кризиса. Лидер КПРФ посетил Башкирский резкомком партии, осмотрел рабочее помещение, познакомился с товарищами и убедился в продуктивной работе отделения. Говорит, не заедем в штаб, тогда мы никуда не пойдем, давайте посмотрим. Говорит, не заедем в штаб. Говорит, не заедем в штаб. Говорит, не заедем в штаб. и других партий, прежде всего партия власти в ходе выбранной кампании, и представить свои идеи и свои решения проблем. Во второй половине дня лидер КПРФ возложил цветы к памятнику героям гражданской войны в Уфе. Затем в переполненном зале Дворца молодежи состоялась встреча Зюганова с избирателями и партийным активом Башкортостана. Великолепно! Перед избирателями Башкирии выступили депутаты-коммунисты Государственной Думы Юрий Афонин и Сергей Абухов. Песни советской эпохи исполнил народный артист России Василий Овсяников. В ходе встречи Геннадий Зюганов подробно ответил на вопросы, поступившие из зала. На этом рабочая поездка лидера КПРФ Башкирия завершилась. Действительно очень приятно, что вот в этом зале собрались жители нашей республики, жители Уфы. Он не внести всех желающих, очень много людей находится в боэ, а это значит, что мы за своей спиной очень чувствуем вашу поддержку. Мы проводим перед вами отчет фракции, и Геннадий Андреевич рассказал об основных направлениях и тех задачах, которые решала партия в Государственной Думе. Я только подведу черту под ключевыми инициативами законодательными, которыми выступила фракция КПРФ, реализуя ваши наказы. 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 КПРФ, реализуя ваши наказы.